Микс Ньюс Занимается тем, чтобы Решить вопрос Раздачи продовольствия Который истек Рекомендованный, так скажем так Дипломатический срок годности Разный по этому поводу Есть мнение Одни говорят, что, ну да, конечно К сожалению В стране очень много нуждающихся Малоимущим, которым вот эти продукты Бы очень пригодились, с другой стороны Кто-то указывает на моральный аспект Как можно вообще раздавать продукты С истекшим сроком годности Вот как вы сами к этому относитесь Вы знаете, я уже 30 лет Как разными видами благотворительности Тоже в том числе и занимаюсь Социальными слухами Поездил по миру Это в принципе нормальная практика Что мы смотрим на те ресурсы Которые у нас есть И стараемся использовать их для людей Это как бы самые богатые страны мира У них есть продовольственные банки Эти банки работают уже С послевоенного периода И продолжают работать То есть мы тут ничего нового не придумали И полной утопии Если люди говорят, что вот сейчас у нас Позволят это использовать для пожертвования Использовать для людей, которые нуждаются И тут повалят нам продукты из Германии Я вот созвонился с германским продовольственным фондом И говорит, мы к вам приедем за продуктами Потому что у нас тоже хватает людей Малоимущих и нуждающихся Так что нету такого Это такой стереотип Что вот пойдет эти колясочники Которые на рынке стоят Что вот как повалят И сразу надо понять Что есть Ну как бы Два срока годности Есть Годен до Наверное по-русски правильно скажу И использовать до Да И это Это постановление кабинета министров И это Это практика Которая сейчас В дискуссии Это относится к продуктам Первые категории То есть они Годны Они могут использоваться Ну то есть срок Который производитель дал На эти продукты Он как бы Немножко продлевается А те продукты Которые Использовать до Это Мясо Рыба Молоко Быстрепутящие Продукты Для детского пользования Они Все равно Остаются Использовать до Их Нельзя Не жертвовать И на это Это все не относится Так что Эти продукты О которых мы говорим Это Это мышные изделия Это Это печенье Это сахар Это масло Это Ну там Там целый список Я как раз для этого И взял его Если интерес есть Мы можем пройти По этому списку Но это В любом случае Это продукты Которые Ну скажем так Если мы заглядем В свой шкаф Или свой холодильник Или даже не в холодильник И посмотрим на На макароны И посмотрим на Их срок годности Который указан на упаковке Но мы перед пользованием Всегда так делаем Мы смотрим А ок Годно По виду Все нормально Никто его не открывал Стоял нормально В сухом месте То есть Ну мы Мы дома Этим все время пользуемся Так что Это просто такое Ну для Латвии Это такой шаг Первый шаг Посмотреть Как люди на это Будут реагировать Как Как ситуация Поменяется И тогда будем думать Вот Вы сами сказали Что у вас 25 лет Да вы занимаетесь Благотворительностью Вот наверное Может быть Самые начала 90-х Некорректно сравнивать Ну не знаю 2000-х Все таки Ваши ощущения Ну вот за последние годы Вот это число Нуждающихся И малоимущих Оно вообще уменьшается Или Можно сказать Что это почти Константное количество Ну я бы сказал За последние 10 лет Может быть так Я бы сказал Ну там есть Такие циклы Да Если смотреть Я начал в 91-м Так что Я Могу Да Я поэтому и говорю Вы сравните Потому что в 91-м Для Латвии Была очень актуальная Система Я знаю Что у нас тоже Был магазинчик Мы раздавали И одежду И думали О всяких разных продуктов И Ну это была такая Ну общая Такая нужна Было очень мало Людей Которые Ну среднего достатка Или Ну я помню В 90-х годах Потом был кризис Кризис 2008-2009 года Там Довольно очень Такой обвал Пошел Людей Которые как бы Работоспособные Могли себя содержать Ну вот Остались без работы Или уменьшили зарплату Потому что тоже Пошел до боли Такой И тогда мы как раз И начали По душе Латвии Вместе с Эдот ЛВ Проект Последние 10 лет Это уже не проект Это уже такая Постоянная Деятельности И Если так Сравнивать По процентному Соотношению К населению Конечно Людей Которым Необходима Ну такая Прямая помощь Число их Намного уменьшилось Намного То есть все таки Есть какое-то Улучшение Да Ну мы живем Ну это тоже Можно смотреть Региональный принцип Потому что Ну если мы раньше И в Риге И в Риге На данный момент Тоже хватает Людей Которым помощь Необходима Но Но если смотреть На по душе Латвии Как эти продукты Раздаются То есть конечно Этот региональный Принцип Есть Рига Меньше всего По процентной Остановке Нуждается Так что Если мы Много Много Собираем Латгалия Или маленькие города Они уже Больше попадают Под категорию Людей Которые там Получают помощь А насколько Проще Или может быть Сложнее Стало Просить Помощи У организаций То есть Вот скажем Тут с продуктами Максима Помогает И так далее Насколько Более отзывчивыми Стали вот такие Фирмы Организации За последнее время Ну это тоже Такая культура Потому что Если организация Есть предприятие Которое Это уже поставили На свою Последневную работу Та же Максима Или Рим Они уже Постоянно Этим занимаются Мы каждый Идем в магазин И видим Те же ящички Или Разные виды Другие акции Так что В принципе Это всегда Зависит от предприятий Но если смотреть К началу 90-х То Культура Улучшилась Люди Больше так Осмысленно Принимают Эти решения Не так Ну вот если Конечно В кризисные времена Мы можем собраться Как пингвины И смотреть на небо То есть На данный момент Та же Максима Они уже знают А вот Их политика Такая Они думают Как это Организовано Делать То есть Нет такой Спешки То есть Такая более Осмысленная Стала работа Осмысленная Продуманная Уже Ну Решения Тоже Принимаются Ну С таким Ну мы знаем Какие решения Пойдут Через полгода Через год И тогда уже Можем подготавливаться Так что То есть У вас прямо Будет наработан План сотрудничества Со многими Организациями В том числе Но вот По продовольству И это решение По возможности Жертвовать продукты На благотворительность Оно уже Созревало Несколько лет Так что Мы уже Общались В рабочих группах Мы уже Та же Максима Тоже участвовали В рабочих группах Мы В Министерстве Сельского хозяйства Встречались И говорили Как Как это делать Лучше Как это Подготавливать Составляли Этот список И Ну это Уже Немножко Более Так Продумано Так что Да Еще если мы Действительно Говорим Вот О ситуации Вот С малоимущими Если мы Слушаем Ну Тех Кто Властьимущие Да Кто власти То вроде бы У нас такая Вот благостная Картина Что есть Какой-то Небольшой процент Малообеспеченных Ими занимается Самоправление Оказывает им Социальную помощь А в целом В принципе Все у нас Хорошо Все прекрасно Да Вот С одной стороны Да С другой стороны Мы знаем Вот есть Эпсаркс Омбудсмен Который постоянно Там пишет Письма Правительству Уже не знает Что делать Видимо Будет обращаться В Конституционный суд По поводу этого Гарантированного Минимума Ну который Действительно Даже не знает Что тут смеяться Или плакать Смешного Ничего нет Да Как найти Там 60 чем-то Евро прожить И вот Как вы Все это оцениваете Я понимаю Что вы больше Занимаете Благотворительностью Чем политикой Ну Ваши ощущения Мы можем Конечно Подниматься В экономический Но от ситуации Которые уже глобальные Мы никуда не денемся То есть мы стареем Это И Латвия Стареет В довольно Быстрых Таких Темпах То есть Наша Средняя Средняя Продолжительная Жизнь Увеличивается Это с одной стороны Хорошо С другой стороны Людей Которые Работоспособны В возрасте Могут работать И те же налоги Платить И те же Те же Те же системы Содержать Их становится Меньше То есть Ну В том же плане Необходимость Объема выплат Тех же пенсий Увеличивается Потому что Людей становится Меньше Но эти вопросы Это Мы Не уникальны Это решается И на это Смотрят Как включаешь Какую-то прессу И вот Пару дней назад Слышишь про Японию Там Думают По повышению Возрастной категории Для пенсии В том же Евросоюзе Если усмотреть По документам Там раньше Была Категория 60 плюс Потом уже Пошло 65 Сейчас уже Засвечивается 70 Так что Это Старение идет И мы никуда Не денемся То есть По помощи Людям Которые Уже С необходимостью Ухода Она увеличивается Это объективно То есть Но это Мы никуда Не совсем Уникальны Но Как мы Это планируем И что мы Этим будем Заниматься Это конечно Вот Наша внутренняя Политика И в том плане Конечно Я очень Озабочен Ситуацией Когда если Ну конечно Если самоуправление Достаточно Зажиточное И может помочь Этим людям Это хорошо Но лучше всего Если у людей У самих Были какие-то ресурсы А маленькие пенсии Это будет Одна из больших проблем Латвии Потому что Ну вот Пенсии доходов Объем Который Люди платили Как в налогах То есть Пенсионная система Она будет Довольно критическая Да Я согласен Значит ли это Что вот Ну к вам Обращается За эти И продовольственной помощью В основном Пожилые люди Или это Обращаются Многие И обращение Довольно простое Если кто-то Хочет обратиться То по Интернет сайту По домашним листам Или с друзьями Родственниками Нужно По душе Латвии Всегда найти И записать Анкету Что помощь нужна Но мы стараемся Ну как бы С времен Когда мы начинали В 2008 году С по душе Латвии Ну Первая целевая У нас группа Была Семьи Которые Попали в кризисную К примеру Ну вот У него Там Огородик Где-то Скажем Считается У него имущество Есть самоуправление Которые говорят Пока у него что-то есть Мы Ничто ему Давать не будем То есть Это уже Это уже категория Которые Которые Как бы Мы считаем Своим Основным Целью Помочь Тем людям Которые Чтобы Чтобы они Совсем Не Не опускались До Конечной Ситуации Чтобы вообще Некуда То есть Надо Особенно Смотреть На Семей На Детей И Дать руку Помощи В тот момент Когда Надо Выкарабкиваться Вот Что касается Пожилых Людей Все-таки Это больше Такие Одинокие Пенсионеры Или бывает Так Что Вроде Сами Дети Не заботятся Не знаю Может Уехали Может Давно Потеряли Контакт С родителями Как-то Не странно Ну Это Ситуация У нас Тоже Но С этим Мы больше Сталкиваемся Если у нас Вопрос Ухода То есть Если Продовольствие И пакет Это одно Если Ну Когда Вот Родственника Которые Живут Не Вместе Это Тоже Как бы Ну Не Уникально В этом Плане То есть Ну Северная Страна У нас Дети Тоже В среднем Начинают Самостоятельную Жизнь Мы тоже Стараемся Чтобы они Жили Самостоятельно Но Это Как раз Старики Остаются Одни Да И Это Ситуация Которая Если Посмотреть На Италию На Испанию Там Там уже Поколениями Люди Жили вместе И там Такой Ситуация Что Необходим Уход Или помощь И никого Рядом Нет Это Довольно Такая Уникальная Ситуация Потому что Они уже Семьи Большие Поколения В одном Доме Жили У них Конечно Все Тоже Сейчас Меняется Потому что Молодежь Тоже Едет Учиться Но Как бы Они еще Возвращаются У нас Это тоже Самое критическое Это в Дании Там 95% Стариков Живут В отдельных Домохозяйствах Ну В Латвии Не знаю Процент Но довольно Тоже Большое То есть Ну Это Объективно И тогда Просто вопрос Помогают ли Дети Своим родителям Или не помогают И там тоже Примеров Очень много И разных Так что Есть хорошие Примеры В основном Хорошие В основном Как родители О нас заботятся То мы Своим родителям Возвращаем Но Есть Конечно Так и Да Но вот Все-таки Вам кажется Что Тут Государство Дорабатывает Или нет Потому что Если вот Такая ситуация Возникает Что родственники Хотят Помочь Вот Жилому человеку В уходе И сколько Могут Это делают Даже Переселяются Иногда Чтобы Ухаживать Но Бывает Так что Они просто Уже не в состоянии Потому что Не поднять Человека Лежачего И тогда Возникает Вопрос Какая-то Социальная Койка И так далее И там Большие Очереди Я так понимаю Что это Проблема Из проблем Которая Даже В Риге Пока Не очень Решается Ну Вот Это Как раз Вопрос Самоправления Комплименты Риге Тоже Да Потому что Рига Ну Тоже Это уже Пытается делать Потому что Если Родственники Те же есть Раньше Было В большом количестве Латвийских Самоправлений Все еще Так и есть Но Есть много Соправлений И в Риге Хороший пример Когда Вот Смотрится На человека На нужды Человека И потом Уже Оценивается Где этот Родственник Что с ним Может ли он Помочь То есть Такой Индивидуальный Да И Если Родственник Не живет Вместе И еще Тем паче Если он Живет Вообще За границей Тогда Конечно Помощь Не отказывается Так что Люди Могут Помочь Помочь Но Это Тоже Вопрос Такой Что Вот Нет Потребностей И таких Приоритетов Очень много И Дороги У нас Рушатся И Мосты Не строятся И Всякое Разное То есть И в социальной Сфере То же самое Как бы Люди Становятся Живут Дольше И Стареют Дольше И Помощь На Количество Больше Вот Хорошо Было бы Если Это Тоже Пошло Как Приоритет Что Мы Могли бы Тоже Смотреть В перспективе Что И Людям Которые Этим Занимаются Как Повседневная Работа Как Сиделки Чтобы Но их Количество Тоже Уменьшается Это у нас Большая Проблема Найти Людей Которые Тяжелая Работа Плохо Оплачиваем К сожалению И Тоже Что важно Чтобы Отношение Было И мы Стараемся Чтобы Эти Все У вас Тоже Есть Сиделки В Вашем Обществе Самаритян Мы Самый Большой Оказатель Социальных Слуг Латвии У нас Примерно Одна Четверть Всех Услуг Дома Это Как Количество Людей Которые Работают Именно У вас Хватает Ли Вам Или Все Время Нужны Новые Люди Все Время Нужны Новые Люди На Все Какие То Сферы Нет У нас Такое Мы Стараемся Все В Кучок Собирать И Цель Направлять У нас Нет Такого Большого Дминистративного Ресурса Есть Конечно Пару Бухгалтеров И Так Но В основном Это Люди Социальные Работники Социальных Услуг Которые Работают Человеком И Очень Очень Недостает Так Что Если Было Обращение К политикам Я бы Сказал Ну Ребята Подумаем В направлении О том Что Через Лет Десять Те Которые Сейчас Они Как бы Уже Тоже Немножко Сникнут Или Отойдут В сторонку Но Надо Думать Как Это Кровообращение В эту Систему Вернуть Чтобы Чтобы И Молодежь Считала Это Аттрактивно Чтобы Это И Как Профессия И Как Возможность Была Была Приемлема Вот Я так Понимаю Что Сиделки Они Как раз Едут По Домам И Ухаживают За Поживыми Людми Да Ну Вот Это Такой Тоже Баланс Потому Что Это Все Индивидуально Это Тяжело Это Непросто И Психологически И Физически Так Что Ну Нужно Было Чуть Не Обходить Вот Не Знаю Состоятельные Компании Что Ну Вот Как Окажите Помощь Мы Дальше Окажем Помощь Нуждающимся Как Сейчас Это Происходит Знаете Это Уже Тоже Развитие Последние 30 Лет Не Мы Совсем Уникальны В этом Примере Но Одни Из Пожертвования Это Конечно Очень Важная Часть Потому Что Это Такие Прямые Ресурсы Которые Приходят И Сразу Уходят К Получателю То есть Мы Как Бы Даже Организация На это Не Живет Для Организации От Этого Не Прикасается То есть Нам Если Продовольствие Приходит Или Пожертвование Приходит Мы Сразу Отдаем В ту Целевую Куда Это Надо Параллельно Есть Виды Деятельности Которые Та же Та же Ну Хозяйственная Деятельность У нас Есть Услуги Которые На Свободном Ринке То есть Мы Как Нормальное Предприятие Можем Оказывать Свои Услуги Получать За это Деньги И Эти Деньги Тоже Направлять На Социальные Необходимости Есть У нас Те же Социальные Услуги Которые Тоже Оплачиваются И Конечно Там Ничего Лишнего Не Остается Но Тоже Это Как Б Ресурс Который Возвращается К Человеку И Которым Мы Какое-то Кратковременное Время Пользуемся Социальные Предпринимательства Мы Тоже Создавали Ну Участвовали В создании Этого Закона И В этой Сфере Как Таковой То есть В принципе Ресурсы Которые Ну Нам Чтобы Выжить Мы Не Идем Как Предприятиям Чтобы Жертвовали На Организацию Потому Что Жертвование Если У нас На Организацию Уже Мы Кому Обращаемся Тогда Мы Знаем Что Это Или Продовольствие Человеку Или Это Коляска Для Младенца Или Это Помощь Кризисному Центру Это Уже Конкретные Такие Необходимости Пускай Что Коляска Младенцев Это Видимо Какие-то Мама Одиночки Да Социальные Сети Очень Помогают Если Кому Что-то Надо Это Обычно Очень Просто Вы Говорили Про Социальное Предпринимательство А Вы Сами Что-то Организуете Вот Такого Рода И Что Это Такое Может Звучит Как-то Да Это Тоже Началось В 70-х Годов В Италии И Начало Было Довольно Такое Узкое Мышление Это Была Мысль Что Есть Люди Или Категории Людей Которые У Которых Проблема С Занятостью Они Искали Возможность Те же Ну Как Хороший Пример Это Инвалиды Или Незрячие Или Они Искали Возможность Заниматься Чем-то И Делать Какие-то Продукты Или Оказывать Какие-то Услуги Чтобы Могли Зарабатывать Себе На жизнь Сами И Там Уже Без Разницы Были Это Или Это Кафе Или Какой-то Швейные Навыки Я Был В Гостинице Где Где Половина Людей Есть Половина Людей Которые Как бы Помогают Внедриться В рабочую Среду И Половина Людей Которым Помогают А в принципе Это нормальная Гостиница Так что В принципе Таких Примерно Довольно Много Было И Это Начиналось В 70-х Годов Италии И Латвия Кстати Очень Ну Мы Сейчас Пример Куда Ездят Смотреть Потому Что Мы Одна Из Редких Стран У И С Европы И не только С Европы Нам Постоянно Тоже Интересуются Как это Работает И как Это Можно Написать Это Уже В наше Время Этот Термин Расширился И Под Не только Предприятие Интеграции Подбавят Под термин Социально Предпринимательство Но и Предприятие Социальным Ответственностью Нет Это Уже Не Это Как Потому Что Я Сейчас Ищу Термин Смысл Предприятия Социальный Импакт Ну Как Влияние Влияние На Общество То есть Влияние На Какие-то Процессы Или Это Окружающая Среда То есть Есть Предприятия Которые Стараются Ну Чтобы Отбросов И Выбросов И Всякого Всего Не Было То есть Мы Больше В категории Мы стараемся Чтобы Ну У нас Хороший Пример С четырнадцатого Года У нас Самарешат Басмайас Это Услуга На Дому Которую Мы Сделали Для Сельской Местности То есть Получили Призы Социальных Инноваций Европы И так Далее То есть Полностью Переделали Социальную Систему В сельской Среде И В принципе Не берем Человека Принцип Такой Что Если В доме У человека Нет Того же Тока Или воды Или Каких-то Ресурсов Раньше Единственный Путь Был Пансионат Или Какой-то Дом Где Можно Было Это Все Получить Мы Сделали Тот Дом На Колесах То есть Поставили Все Ресурсы Чтобы Что Можно К Нему Домой Приехать И В принципе Эту Социальную Услугу Не берем Человека И введем В услугу А берем Услугу И введем Домой То есть Полностью Перестроилась Социальная Система Латвии То есть Мы уже Каждый год Следим Сколько людей Процентуально Попадают В институционный Уход Сколько Остается Дома Сколько Ресурсов Самоуправление Тратят На уход Дома Сколько На ресурсы В пансионатах Эта система Быстро Это все Меняет И возможность Получения То есть Мы оставляем Как бы След В обществе А мысль Такая Что Социальные Ответственные Предприятия У них Основной Принцип Все Таки Как у Нормального Любого Предприятия Это Получение Прибыли Она Социально Ответственная Но все Равно Принцип Получения Прибыли Остается А в Социальном Предприятии Прибыль То есть Остаток Ресурсов Должен быть Но Предприниматель Не создает Предприятие Чтобы получать Прибыль Вообще То есть Это Прибыль Один из Ресурсов Который Он Направляет На решение Социальной Проблемы Ну Вот у нас в гостях Был Несколько Недель Назад Или даже Уже Месяцев Были У нас были Социальные Предприниматели В гостях В том числе И человек Который Организовал Кафе Где работают Люди С особыми Потребностями Вот он Говорил Что за Полтора Года Им нужно Достичь Какой-то Прибыли Чтобы Дальше Работать Они Должны Работать Экономически То есть Их доходы Должны Превышать Их расходы Чтобы Их Не Работировали Чтобы Они могли Спокойно Платить Свои Зарплаты Но Предприниматель Он не будет Платить Этот налог И вынимать Эту прибыль Из предприятия Его Мысль И смысл Вообще Предприятие Это то Чтобы Люди Которые С инвалидностью Они могли Получать Навыки Работы Они могли Там Работать Они могли Бы Там Начинать И если Даже Что-то Там У него Останется Он Все равно Это туда же И вложит Да Об этом Они говорили У нас Тот же принцип У нас Несколько Услуг Которые Мы Тоже Называем Социальным Предпринимательством И когда Мы знаем Что У нас Вообще У организации Нет Такого Принципа Или цели Получения Прибыли То есть Мы работаем Чтобы Помогать И если У нас Даже В каких-то Сферах Есть Остаток Ресурсов То мы Все равно В направлении В ту же Помощь Вот Еще Может быть Такой Один вопрос Я думаю Что вам Знакомые Часто его задают Ну понятно Что когда За социальной Помощью Приходят В том числе Ваша организация Пенсионеры Которые уже Отработали Свою жизнь Инвалиды То есть Люди С особыми Потребностями Но вот Когда приходят Работоспособные И мы видим Эти социальные Цифры Что действительно Безработица Снижается Более того Ну нельзя найти Компанию Частную Которая бы не требовалась Какие-то работники Я не говорю особые квалификации Может быть Не знаю Сварщик Какого-то там Разряда Это действительно Большая ценность Сейчас Вот Когда приходят люди Вроде бы Работоспособные Без каких-либо Заболеваний Которые могли бы работать Ну вот Не работают Что вообще делать Может быть Не знаю Ваша организация Говорит Ну хорошо Вот давай Помоги нам Не знаю Вот у нас как раз Ну не знаю Сиделки Еще какая-то Всегда работа найдется Да Не просто вот Приходи за продуктами Есть такая ситуация Есть Предлагаем Сразу Сразу Предлагаем Нет Ну если Сказать о процентах Незанятости Но Ну это тоже региональный Такой Если Общая Статистика Это конечно В Лиге Это Каждый человек Который Хочет работать Он Работу может найти Это просто Надо найти Баланс Баланс Какой-то Да Что вот Его Желания Совпадали С нашими Возможностями Конечно Бывают такие Абсурдные ситуации Когда Платят столько Что он Считает Что пока Он там доберется Если надо добираться Не рядом с домом Вот этот проезд Питание Фактически Покрывает Будет больше Чего Его зарплата Или столько же Есть конечно И такие ситуации Особенно в Риге Наверное Но я так понимаю Что если вот такие Люди приходят Говорят Ну пожалуйста Если ты не можешь найти работу Где-то так вот На рынке труда Пожалуйста Нет Ну конечно Это один из таких Кстати очень хороших Хороших вопросов Который поднимается Ну Уже в течение Последних 15-20 лет Довольно постоянно То есть У нас Немножко Ну тоже надо Политикам Или В государственных Структурах Задуматься И вспоминать О нем Потому что у нас бывает Что Вот помощь идет 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 То есть Но ты достигаешь Какого-то уровня И у тебя сразу Ну Как ножом Отрезается И то есть Или ты работаешь Или ты получаешь помощь И бывает Что люди Ну тоже Считают Что вот у него Детский сад Без доплаты У него транспорт Без 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 Ну то есть Платит Бесплатный И всякие другие И тогда он Начинает считать Ну стоит ли ему Работать И не стоит ли Работать Хорошо Хорошо было бы Если этот Переход Был Не так Как ножом Отрезал Но так Постепенно То есть Уменьшается Помощь И увеличивается Доходы С работы Но в принципе То что Ну вот У нас есть И помощь Безработным И возможность Получать ее Три Шесть И девять Месяцев Я так Те люди Которые Хотят работать Они Находят работу В основном И возвращаются Люди У нас есть Которые возвращаются За границей Потому что Тоже рассчитывают Смотрят Где что Лучше Дешевле И жить И работать Так что Вы упомянули В самом начале Германию Казалось бы Такая обеспеченная Страна Одна из богатейших В Европейском Союзе И вот Тоже есть Какая-то категория Нуждающихся Вот У них система Социальной поддержки Примерно похожа На нашу Я не имею ввиду Те ресурсы Которые у них есть Поэтому что Они больше Чем в Латвии Это мы не сравниваем Но вообще Вот эта система Социальная Или там Есть то Чему мы тоже Можем поучиться Есть Есть сферы Где Мы Хотим Или Оказываем Помощь Больше Чем немцы Но тем же Бездомным То есть Такого сервиса Чтобы их привозили Или отвозили Или кормили Завтраком Но такого Ни в Германии Ни в Бельгии Нигде нет То есть Ну мы Но тоже Ситуация Что у нас зимы Конечно У нас Возможность Замерзнуть Намного выше Чем в Гамбурге Или в Брюсселе Да Отопление Пощадили 8 месяцев Это тоже Немножко Надо иметь ввиду Но есть Есть виды Которые мы Так что Ну немножко Больше Выходим К людям То же Куда нам Хорошо бы Стремиться Чтобы мы Могли Оказать Не только Такую Физическую Помощь В плане Материальном Когда уже Ситуация Другого Не позволяет Особенности Для людей Которые С инвалидностью Или Работоспособны В возрасте Помогать им С услугами Чтобы они Могли работать Но в этом Мы немножко Так отстаем Потому что Есть Возможность Конечно В этом направлении Работать Больше А в принципе По другим Услугам Мы как бы Ну уже Довольно Долго В общине Евросоюза И в таком Плане Есть Но в принципе Если так Сравнивать То на данный Момент К нам ездят Больше учиться Чем мы К ним Потому что У нас есть Много таких Направлений Которые Развились Что Мы как бы С меньшими Ресурсами Можем Сделать Больше И у них Как-то Тоже Ресурсы Уменьшаются Ну то есть Постребность Хватает И они Стараются Ну как бы Найти Другие Решения Есть такая Категория Людей Которых Называют Бомжи Без определенного Места Жительства Но если Кто-то Начинает Разбираться То Понятно Что они Не в один День Стали Бомжами Есть те Которые Ведут Такой Социальный Образ Жизни Изначально Там понятно Что пьют И так далее Но вот Есть и те Которые Я так понимаю Что цепочки Неприятностей Началось С того Что Их выселились Жилья Или это был Хозяйский Чаще всего Когда человек Теряет жилье Он очень быстро Опускается Разные причины Здесь на ваш взгляд Все-таки Это не дорабатывают Какие-то социальные Работники И самоуправление Или сами люди На себя Махнули рукой И вот Сами сделали все Чтобы стать Вот такими Ну это оба фактора Потому что Если бы Заметить Эту проблему Раньше И если бы Доверия Людей К этой системе Было больше То они И обратились бы Раньше И система Могла бы Им помочь Раньше Но Конечно Это Не одно Без второго Но что Может социальные Службы Делать И они Это делают И могли бы Делать еще Лучше То есть Подхвативать Людей Которые Мыслят О том Чтобы выбраться С этого Порочного Круга Чтобы начать Чем-то Заниматься Но есть У нас Пансион То есть Мы тоже Сделали Такое Место Проживания Для Как раз Людей Которые С улицы Они уже С необходимостью Ухода То есть Как бы Пенсионного Возраста Но чтобы Не совсем Было так Что они Уже Гнили На улице То есть Мы стараемся Тех Которые Поняли Что они Хотят Жить Как-то Более Гуманно Чувелизованно В своей Квартире Тоже Сами Готовитесь Даем Такую Возможность Даем Такую Помощь Но это Такая Сейчас На данный Минет Все еще Примеры Но Вот эти Примеры Могли бы Развиваться И таких Примеров Могло бы Становиться Больше Мы говорили В самом начале Вот об этих Продовольственных Скажем так Пакетах Вот эти Макароны Это понятно Такое Сухое питание Что касается Вот этих Горячего питания Суповые кухни Я знаю Что самоправление Организуют в Риге К примеру Вы тоже этим Занимаете Встроенную степень Нет У нас нет Суповых кухней Но я знаю Что и в Риге Есть В основном По всей Латвии Есть суповые кухни В принципе Можно получить Горячее питание И суповые кухни И на месте Можно получить И в многих Самоправлениях Тоже Риге Домой привезут То есть Если уже Такая ситуация Есть Вот вернувшись Опять-таки К теме продуктов Закольцевав Наш разговор Есть ли Примерное Понимание Того Когда эта Система Уже будет Запущена На полную Мощность Когда Примерно Да Ну С нашей стороны Мы тоже Немножко ожидаем Потому что У нас Основной Основной Поток Продовольствия Мы в году Помогаем Примерно 15-20 тысяч Семей То есть Людей Получается Больше И Продовольствие Мы в основном Получаем С тех же Предприятий И у нас Акции Два раза в году С Рим И с многими Предприятиями Которые люди Тоже покупают Продукты И отдают На эту цель В прошлой неделе Мы с Максимой Получили Как бы Первые Такой Экспериментальные Экспериментальные Пожертвования Там Там были Печенье Шоколадки Сухофрукты И что-то такое Но это было Действительно Пару ящиков Мы посмотрели Что это Ну Будем все смотреть Как это будет развиваться Как это будет работать Это действительно Объем Очень небольшой Это наверное Довольно Один из стереотипов Который надо Надо в головах Переосмыслить Потому что В основном люди Думают Что продукты Остаются В магазинах А в магазинных Сетях Только 5% Продовольственных Остатков Ну то есть С общего Объема Остатков Половина Половина Всех продуктов Которые Выбрасываются Выбрасываются В домохозяйстве То есть Мы сами Должны Думать О том Что мы покупаем Как мы Пользуемся Чтобы эти продукты Потом Не уезжали В Гетлине А Использовались По назначению А С Максимом Мы думаем Что это будет Такое небольшое Дополнение И будем смотреть Какое большое Как это все Будет развиваться На данный момент Это 3 магазина В Риге И мы получаем Это в раз в неделю Это пожертвование Так что Будем посмотреть Вот это интересно Что вы сказали По поводу 5% Потому что Когда мы Ну мы все ходим В эти магазины И когда мы ходим В большие Ну сетевые Особенно магазины Создается такое ощущение Что явное перепроизводство Потому что Нет у нас столько людей Столько покупателей С одной стороны С другой стороны Нам все время Говорят о том Что вот здесь строится Новый супермаркет Тоже просто буквально Негде покупать Три магазина Еще четвертый Нужно обязательно Да И Значит все так Оказывается Что мы неправы Да Ну вот Наверное лучше Конечно магазины Одна эта Нет Ну я тоже всегда Когда на интервью Хожу Или в этих Рабочих группах Ну как бы Должен прислушиваться И соглашаться Что как бы Остаток продукта Который у них Остается Очень маленький Может быть У них есть договора О том Что фирма Забирает Конечно Да Я думаю Что там Всякое разное Да Потому что Ну да А что Что это Новое Ну С одной стороны Это показывает То что есть Покупательная Способность Кто-то Их покупает Потому что Но это Это не социальные Предприятия Это вот Как раз Предприятие С целью получения Прибыли Если Прибыль У них там Намечается Наверное Какой-то Смысл Есть Вот Вы сказали Что 25 лет Занимаясь Благотворительностью Да Вот Действительно Большой срок Все-таки Как вы видите Свою миссию Она вообще На ваш взгляд Изменилась За эти годы Потому что Правильно Вы сказали В 91 году Мы помним Да По крайней мере Люди Тем кому 40 плюс Хорошо помнят Вот Те времена Действительно Количество Тех Которые Оказались Действительно Без средств Существования Было Огромное Да Вот Ваша Миссия Изменилась Или Вот Несмотря На все Вот Времена Вы считаете Что Вот Есть Нуждающиеся Не моя задача Там Долго оценивать Как они Оказаются В такой Ситуации Моя задача Помочь Или Вы уже Как раз Так и Есть Потому что Я не знаю Мы тоже Спрашивали Откуда Это все И почему Это все Не знаю Я всегда Это списываю На 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 Восьмидесятые То есть Молодежь Мы все Хотели Жизнь поменять И бросались На те же Баррикады И думали Как Сейчас Мы обустроим Свою жизнь И я Как бы У меня Все это Все еще Осталось Потому что Я понимаю Что можно Жить лучше И надо Самому Стараться Делать И сделать Свою жизнь Жизнь Людей Здесь лучше И вот Так что Просто Идем по жизни И смотрим На то Что жизнь Меняется Люди Меняются Потребности Меняются И надо Просто Смотреть Что сейчас Необходимо И как Сейчас Помочь Но на данный Моет Мы строим Тоже Пансионат Четвертого Поколения Который Первый В Латвии Будет Такое Ну В таком Направлении И Тоже Мысль Очень простая Чтобы Поменять Мышление Поменять Как мы Это воспринимаем Что это было Больше Домом Чем Местом Проведения Старости То есть Есть Разные То есть Жизнь Меняется Люди Меняются Потребности Меняются Но Желание Помогать Не Меняется Мне кажется Прекрасная Прекрасная По-моему Для завершения Спасибо Большое Общество СМТ Андрис Бердович У нас был В студии И большое Спасибо Редактор субтитров Редактор субтитров Продолжение следует...